Девушки отдыхают Сумел объединить любовь к кофе и фотографиям в одном уникальном проекте Давайте познакомимся с ним поближе Девушки отдыхают Абек Аханов родился и вырос в городе Козларда В семье, которая всегда поддерживала его творческие устремления Просто в руки попала камера В руки попала камера моего родного брата Он когда-то дома у меня осталась, лежала Я ее взял в руки и решил потестировать, проходить, поснимать Вот с того во время-то на самом деле все и осознанно началось То есть не было никаких по факту предпосылок Там чего-то в детство какого-то влечения Было, да, у нас в семье была камера, видеокамера, фотоаппарат был Ну тогда пленочный стандартный вот эти мыльницы Ну и как все, в принципе, в те годы мы снимали просто пленку, видео Ну ничего сверхъестественного, такого отдельного Я там в этом плане увлечений никаких не было глубоких Ничего не знаю, я просто фотографировал, ходил, пробовал Настраивал разные режимы, снимал все подряд Потом постепенно все равно какое-то уже понимание начало приходить Для себя что-то новое открывал, узнавал Какие-то новые настройки, функции, какие-то еще лайфхаки приходили для меня У меня есть дядя, покойный мой Вот он, я с детства помню, что он снимал на пленку, конечно, все годы Мне было там, не знаю, года 3-5, наверное Вот я тогда помню, что у него дома в шкафу я часто находил всякие элементы для проявки, химические всякие эти Я помню, как они в ванной запирались с лампой, развешивали на веревку, сушили, вот эти фотографии печатали Ну и до сих пор благодаря ему, например, остались детские фотографии наши То есть нас, как племянников, там на пленке, там негативы до сих пор имеются Мы их позже нашли, распечатали Ну, достаточно интересно было, ну, как сказать, наблюдать за этим, находить такие вещи Решение переехать в Астану и заняться фотографией было непростым, но это стало поворотным моментом жизни Айбека Идея создания фотобара у меня началась как раз-таки с нежелания, наверное, дальше работать в офисе То есть все-таки хотелось уже что-то свое, то есть уже вот этот режим работы, формат То есть самому уже, ну, немножко вырастаешь, хочется сделать чего-то другое, больше попробовать себя, так сказать, побыть в свободном плавании немножко Тем более уже понимаешь, когда есть уже определенный, как сказать, опыт, круг людей, то есть время меняется Соответственно, тоже уже я начал присматриваться к тому, чтобы как раз-таки что-то свое реализовать Айбек исследовал разные варианты и образцы из зарубежного опыта, но всегда стремился сохранить уникальность своего проекта Конечно, это не все просто так сразу сложилось в любом случае, то есть кофейня, это открытие кофейни, все началось, конечно, с нее, то есть мысли То есть, ну, все мечтают, все хотят, и до сих пор это очень актуально и такое, как сказать, одни из целей у многих Открыть свое заведение, кофейню, соответственно, вот просто мысль была там кофейня, потом что еще можно сделать Поскольку увлекался фотографией, рынок у нас был с точки зрения ниши, вот именно фотографически достаточно свободный, неразвитый И вот как раз-таки там мысль пришла, объединить два формата Ну, на самом деле, нигде тоже не подсматривал, потому что черпать идеи было неоткуда, то есть у нас аналогов не было, проектов за рубежом тоже особо там не так не изучал Соответственно, просто это был такой прям, ну, риск достаточно хороший такой, ну, серьезный Путь к открытию заведения не был простым Айбек столкнулся с множеством препятствий, начиная от дизайна помещения до оформления необходимых документов Конечно, на начальном этапе это были сомнения, просто я уже точно решил, подготовился все-таки, тем более мы уже там, ну, определенно тоже, как сказать, подготовились в плане финансово Ну, если все равно оглядываться назад, я бы не сказал бы это, что сильно действительно подготовкой На самом деле, много чего спасло, это все-таки сильное увлечение, там, не знаю, каким-то делом Когда действительно хочешь разобраться, сделать что-то качественное, хорошее, все-таки вот это все помогло То есть полностью, как говорится, отдаться проекту, все время посвятить ему, ну, особенно на начальном этапе От подбора дизайна до встречи с первыми клиентами, история создания бизнеса была полна вызовов и достижений Я считаю, что ключом к успеху в эффективности нашего проекта является любовь к делу, развитие, изучение всех деталей, подход эффективный То есть, по сути, подготовительный этап достаточно хороший и, так сказать, дальше его поддержка и сопровождение Плюс, однозначно, это все-таки концепция, креатив, это уникальность проекта, ну и тому подобное В плане вот креатива, творчества, все-таки проект, который делается, я думаю, с душой, с серьезным таким подходом, с любовью Ну, я не знаю, наверное, думаю, все-таки у него больше шансов выжить, реализоваться Олег, приветствую Добрый день Как у вас дела? Как настроение? Все хорошо, отлично все Супер, это и есть ваш фотобар, да? Можете рассказать немножко о нем? Да, все верно, это наш первый филиал, наша отправная точка Открылись мы в 2017 году, здесь у нас, как видите, кофейня И вот там, за сценой, у нас фотостудия национальная Давайте пройдем за баром, хочется узнать, что у вас, ну, какие виды кофе есть Можете немножко рассказать, что вы предлагаете своим клиентам? Так, ну, смотрите, да, по кофе у нас мы работаем так же, как и с пластическими видами заваривания Так и есть такое понятие, как альтернативный кофе Это вот ручной метод приготовления То есть мы варим как эспрессо, американо-капучино Это вот, как я говорю, классика Есть различные интересные кофейные кофе, которые приготовятся там вот на апгрендах аксессуарах Такие как воронка, бачбрю, там у нас есть колдбрю В общем, разные-разные виды заваривания для любого такого кофемана В принципе, найдем, да Для любого клиента, да, на любой вкус Да, все верно, да, да То есть под разный уровень даже То есть вот поэтому, в принципе, в этом плане у нас качество и ассортимент Они уже до какого-то предела уже, как сказать, дошли Давайте с Борисом познакомимся Приветствую, как зовут? Добрый день, Бек Бек? Бек Очень приятно Ты сколько здесь уже работаешь? Второй месяц уже работаю Второй месяц? Да Ну, в принципе, немного, но как тебе здесь вообще в целом? В целом, фото-бар, ну, все кофеманы, наверное, или Писовка Бориса не знают, что фото-бар – это вот основа была, которая положила астронативный кофе в Астане, и все про него знают Работа здесь хорошо, дают возможность дальше развиваться в этой сфере, дают экспериментировать, очень много обучения проходят Атмосфера очень хорошая, как вы видите, тут стиль, ну, такой Немного таких кофеев в таком стиле, многие нравятся гостям, вот, приходить за атмосферой В целом, работает, ощущается очень хорошо, очень свинно Удачи тебе во всех начинаниях А, Бек, хотелось бы узнать у вас, да Откуда вы заказываете кофе? Так, мы сотрудничаем с казахстанскими обжарщиками Они сделали под нас определенный, мы называем это бленд Мы совместили два, то есть, кофе – это Бразилия и Колумбия И этот вкус, этот бленд можно попробовать только, соответственно, в наших сетях, в наших кофейнях То есть, ну, как раз-таки это выдает нам определенное отличие от других кофеен, от других разных кофейных, так сказать, компаний То, что мы подобрали под нашего гостя, под нашего потребителя определенные вкусовые характеристики Которые раскрываются максимально в любых кофейных напитках Супер! Ну, и невозможно не заметить то, что у вас здесь везде есть фотоаппараты, да, разного вида И у каждого, наверное, история есть Можете немножко, допустим, рассказать о каком-нибудь аппарате, который здесь, который вам наибольше запомнился? Ну, все верно, да, у нас идея эта была вот при создании фото-бара Я вот как раз на тот момент просто в небольшом количестве у меня было уже своего вот этого винтажных камер Это советских времен, там, 70-х, 80-х годов С того времени, в принципе, начали больше собирать Как я сам, так и наши гости узнали о том, что у нас своего рода фотомузей формируется Наши приносить, дарить, оставлять свои какие-то реалитетные камеры Вот, и, в принципе, среди моделей у нас достаточно большой ассортимент Их очень много Я бы, наверное, там выделил самый такой популярный Который часто используется, вызывает интерес у наших, у всех посетителей Это вот фоторужье Фоторужье? Это как мультики, да? Все верно, да, это вот Она, в принципе, достаточно интересная модель Это вот зенит с отдельной своей специальной рукояткой Фотоаппарат достаточно, ну, классическая модель Единственное, у него большой объектив Ну и, соответственно, специальное, можно сказать, крепление в виде приклада рукоятки И, в принципе, вот очень интересная модель А он работает? Именно эта модель сама не работает Но сюда можно, в принципе, поменять любую другую модель, которая у нас достаточно рабочих версий Можно поддержать просто? Да, конечно, достаточно тяжелая камера Ну да, полностью из металла Можно на охоту идти Вот так, дорогие зрители Интересно, так, давайте положим Ну, Айбек, очень интересно Можете рассказать дальше, провести небольшую экскурсию по вашему заведению? Хотелось бы узнать, что здесь находится, что вы можете предложить? Ну, смотрите, да, двойная кофейна у нас, в принципе, достаточно небольшая У нас, как и нет кухни, у нас есть просто небольшие предложения по еде Атмосфера такая, теплая, дружелюбная Как говорится, атмосферное пространство Вот у нас посадочные места как на первом, так и на втором этаже И, в принципе, у нас есть самая интересная вещь, что это у нас за стеной Это профессиональная студия, да, которая, как проект это мы говорили изначально Совмещает кофейню и фотостудию Давайте, можно посмотреть? Все происходит, по сути, да Здесь, давайте посмотрим Ухтуш Ухтуш, здесь, как говорится, и происходит магия Да, то есть, как и в направлении фотографии, так и множество любых других творческих, как сказать, мероприятий А сколько у вас, ну, клиентов, давайте, ежемесячно? Так, я это сейчас точно не могу сказать, но, например, у нас есть понятие такой сезонности, например, у студии То есть, поскольку Астана, такой климат у нас достаточно долгий зимний Соответственно, зимой очень хорошо работает и на направлении фотографии Потому что все-таки съемка в студии происходит На улице холод, ветер, соответственно, нет возможности пофотографировать у многих Поэтому приходят, используют студию Летний сезон, как раз так, и люди выходят на улицу И проводят съемки вне стен каких-то помещений Соответственно, мы в это время используем данное пространство уже в рамках других мероприятий Это мы делаем мастер-классы, лекции, творческие встречи Также на базе фотостудии у нас есть фотошкола, в которой проходят занятия Периодически по разным направлениям обучаются люди Вот с нулевыми знаниями, так и какие-то профессиональные курсы А если так говорить, то какой, давайте, сезон самый хлебный? Ну вот, как говорится, сезон самый хлебный, это зимний сезон в Астане У нас как раз таки сезон очень длинный, начиная с ноября по апрель Соответственно, весь этот сезон достаточно очень плотный и активный То есть, в плане как съемок, так и любых других каких-то активностей Супер, давайте дальше пройдем Очень хотелось бы посмотреть дальше, что у вас на втором этаже происходит Действительно такое маленькое, уютное помещение И как вообще пришла такая идея? Как вы нашли такое помещение? Да, достаточно интересное все-таки, ну, по сути, два уровня здесь Да, ну, искали на самом деле достаточно долго, тем более в те годы, это сколько уже, лет 7 прошло, кажется, как минимум А в те годы только-только застройка шла, имеется в виду, в плане коммерческих помещений С высокими потолками, с большими окнами Соответственно, мы вот выбрали этот район Как раз в те годы шла активная застройка района Экспо Мы в этот период как раз-таки подобрали данное помещение И уже, исходя из наших каких-то задач Совместно с дизайнерами, вот сделали такое уютное пространство Вот, как вы видите, второй этаж Здесь мы оформили в виде небольшого фотомузея Ну, и здесь также очень много наших гостей оставляет свои пожелания Ну, и просто это место для творчества Там стихи, картинки и прочее То есть люди рисуют скетчи и прочее-прочее много чего Беру место такого Да-да-да Вот, если заметить, тут какой-то даже комикс нарисовали Кто-то, вон, персонажа из мультфильма нарисовали Да, здесь вот, у нас вот эти своего рода рамки Мы их использовали, по сути, вот для, как место для фотоаппарата Выделить их На самом деле, у нас еще много, большое количество камер Которые мы просто еще физически не успели распределить То есть весь этот второй этаж, просто вся стена Как она должна быть полностью в фотоаппаратах Вот в этажных ретро-камерах А как мебель находили, подбирали все-таки Ну, здесь такая разная довольно мебель Все в стиле лофт, но очень подобрана со вкусом Вот подбирали, на самом деле, везде понемногу То есть это столы, стулья, все с разных мест Где-то и вообще индивидуально на заказ Специально подбирали, сделали, чтобы было именно так вот Именно попасть с хорошей, как говорится, общей атмосферой Вся мебель практически абсолютно с разных мест Даже вон там есть еще какие-то интересные винтажные Вот у нас называется радиола Этого тоже Просто, да, она работает? Она не работает, к сожалению, да Она очень старая вещь Просто нам хотелось просто сделать такое интересное Ламповое такое пространство, как сказать То есть как общее освещение, так и какие-то предметы Детали интерьера, видеооборудование и прочих деталей Мы вот постарались, да, пособирать Ну, такое атмосферное, да Но, конечно же, не все шло гладко Были времена, когда бизнес не давал ожидаемого результата Бизнес-план однозначно нужен Прямо всесторонне изучить, подготовиться В финансовом плане, там, производственные права, там, маркетинговые Все-все надо, как сказать, показатели изучить, рассчитать Действительно, это очень важно Потому что, на самом деле, как я и до этого говорил Что есть множество проектов, которые не выдерживают конкуренции Закрываются, ну, по ряду причин Но большинство является все-таки эта некомпетентность И слабая подготовка Подготовка так, как и физическая, в смысле То есть люди думают, что это все легко Просто там, то есть это не так много энергии надо сжать Раз я ухожу, работаю на себя То можно, в принципе, меньше времени тратить на работу Второе, это все-таки финансовый показатель То есть закладывать все равно в негативный сценарий Это очень тоже важно То есть это не значит У нас сейчас очень много историк успеха, которые транслируются, показываются Но статистика говорит о другом Что, на самом деле, очень много проектов, которые не реализовываются до конца Соответственно, надо быть готовым и правильно оценивать все риски и возможности Подбор команды – это всегда сложная задача Найти тех, кто разделяет твое видение и готов работать ради общей цели непросто Конечно, был достаточно интересный Да, действительно, стоял я сам за баром Я научился готовить кофе Благо на тот момент у меня были пару знакомых ребят Которые как раз-таки мне помогли оснастить бар правильно с технической точки зрения И также были ребята, которые помогли мне с фотостудией То есть с техникой, оборудованием, дизайном, то есть подсказали Соответственно, ребята помогли мне в плане того, что научили готовить кофе Стоял я сам, также был еще у нас один парень Работали вместе, поочередно Вот всего двое нас тогда было на тот момент Абсолютно супруга на тот момент, конечно, помогала Братишка тоже приходили Ну, они больше, в смысле, не, как сказать, не основное участие Супруга у меня больше занималась вопросами в лотерии, цифр И вот я стоял на баре, где-то студией занимался В дальнейшем, да, конечно, уже команда начала расти Поскольку, ну, соответственно, сам проект начал развиваться Постепенно привлекали дополнительных сотрудников Как бариста, так и отдельных ребят на каждое направление Вот, ну, на данный момент, да, у нас, соответственно, есть баристы на каждом филиале Есть управляющие по каждому направлению проекты, которые курируют Успех любого бизнеса во многом зависит от команды И фотобар Айбека – яркое подтверждение этому У нас коллектив, на самом деле, не такой большой По сравнению с другими проектами, условно, на рынке Но они достаточно такой дружный, сплоченный Которые, действительно, они очень крутые специалисты Которые играют очень сильную, важную роль Благодаря которому, действительно, получился определенный результат Мы достигли Потому что, ну, все-таки, сила однозначно в команде Успех заведения в Астане вскоре привел Айбека к идее расширения своего бизнеса Мы планируем развиваться, масштабироваться Ну, я думаю, это будет не в Астане В первую очередь, это крупные города Казахстана Алмата, возможно, юг или запад Тут вопрос, насколько мы подберем партнеров, наверное То есть я бы уже хотел все-таки не самостоятельно этим заниматься А с участием партнеров Людей, которые действительно поверят, захотят Совместно реализовывать и развивать данный проект На самом деле, помимо вот За эти годы, помимо вот Фотобара Мы уже там много чего, я тоже попробовал И действительно, достаточно много направлений самостоятельных, которые уже работают То есть помимо развития данного бизнеса То есть Фотобара, кофейной студии Уже у нас еще три дополнительных все-таки направления открыли Которые, ну, начинал и инициировал я сам Но на данный момент уже у нас есть команда дополнительные, как сказать, ребята Которые самостоятельно курируют и занимаются данными направлениями Ну, в том числе отдельно даже по кофе мы немножко дальше реализовались Абек не только бизнесмен, но и увлеченный фотограф Он знает, что такое начинать свой путь в бизнесе с нуля Сомнения – это хорошо, это правильно и это должно быть, да Потому что без него тоже, может быть, не совсем все правильно получится Нужно решаться, нужно не откладывать Потому что время идет, абсолютно рынок меняется Условия меняются, поэтому нужно успевать вовремя Есть какие-то хорошие идеи, мысли, реализовывать Возможностей на самом деле очень много С точки зрения как и каких-то концептуальных составляющих Так и финансовой поддержки То есть, в принципе, все Это не обязательно надо у кого-то ходить, как сказать, просить денег Ну, есть определенные тоже варианты Ну, привлечения инвестиций, либо поддержки от государства Поэтому тут надо просто грамотно подходить, изучать все вопросы Быть финансово грамотным в первую очередь Это очень важно Из простого мечтателя и фотографа Айбек стал успешным предпринимателем Создав уникальное место, объединяющее любовь к фотографии и кофе Его история – это пример того, как страсть и упорство могут привести к невероятным результатам Из простого мечтателя и фотографа Айбек стал успешным бизнесменом, создав уникальное место, которое объединяет любовь к кофе и фотографии Его история является примером того, что страсть и упорство могут привести к невероятным результатам Ну, на самом деле, без веры я бы уже давным-давно закрыл проект Потому что было очень много разных ситуаций, событий происходило Разные люди встречались, приходили, уходили И каждый говорили свое Все-таки вера – небольшое такое упрянство То есть понимание все равно чувствовать нужно Все-таки это, как касается веры и интуиции Это, я думаю, как раз-таки это одно из составляющих тоже Успеха непосредственно нашего проекта Но, я думаю, у многих тоже с этим связано бывает То есть без нее однозначно никуда Потому что если ты не поверишь в свой проект Однозначно сторонние люди точно никто не захотят Если у тебя не будет энтузиазма, у тебя глаза не будут гореть Никто и другой не так же не сможет поверить Или захотеть вместе с тобой присоединиться и развиваться